здравствуйте друзья сегодня я бы хотел дать рекомендации владимиру случай потрясающий интересный это видео будет полезно тем во первых люди после 40 после 50 думают ну изучать не изучать программирование конечно изучать к сожалению я много чего убрал потому что это личное но оставил важные вещи и сейчас после всего да я бы хотел сформулировать рекомендации как бы я поступил на месте владимира на данный момент сначала посмотрим код который он прислал на баш человек все соображает да то есть навык программирования прекрасно но тем не менее учитывая что был большой перерыв и владимир пишет пошел на курсы но в принципе я доскажу что пошло чтобы получить сертификат название курсов я убрал это не очень корректно будет и в принципе то что должно было произойти понял что не через они понимают через полгода обучения я бы не согласился не согласился здесь с формулировкой владимира по одной простой причине что на курсах он пишет проект иными словами этот подход заключается в том что мы берем некий код вставляем он работает если не работает ищем исключения иными словами наше дело получить программу значит владимир вот я вам дал задание сейчас мы от него и будем плясать вы поняли о чем я на параметрах здесь на трамвае не езжу с одной стороны это хорошо вы могли ответить относительно морских судов может вам и думаю не может а вам это ближе но вот здесь вы написали примерно знаете что сейчас что корабль плавает если вам такое сказали наверно вы сказали плавает говно и щепки правильно корабль ходит вот сегодня описание кода именно на этом уровне на чем значит с этого можно сосредоточиться сосредоточиться надо вот я бы рекомендовал сейчас на двух вещах первая вещь это чтение кода чтение документации вас навык есть принятие решения о написании собственного кода вы сказали что пока времени не так много а времени много не надо принцип работы должен быть у вас следующий смотрите то задание по параметрам которые я дал там первую очередь стоит вопрос о входных параметрах мы уберем трамвай и вы можете заменить чем угодно но представляете вы выходите из дома и направляетесь кораблю выбросите то что вы идете кораблю как входной параметр просто выйдите из дома и идите куда-нибудь ну но вряд ли вы придете кораблю поэтому программирование начинается с понимания того что программирование для человека не само по себе в жизни в жизни вы прекрасно судя по этому программируете и в жизни вы тоже что бы вы ни делали вы всегда ставите задачи которые имеют ходные параметры в данном случае здесь это вот вот судя по вашему описанию вы вообще ничего не описали вообще ничего поэтому первая задача которая должна быть решена это чтение кода дело здесь в данный момент не во времени дело в том что вы будете заниматься допустим там где вы учитесь сдавать проект прекрасно у вас будет какая-то какие-то другие дела просто надо вбить себе в распорядок что каждый день вот я вам послал сейчас задание по параметрам каждый день я найду 15 минут и поработаю с параметрами просто вопрос параметров или объясняю простым языком вы выходите из дома вы четко знаете вы идете в порт вы же не выходите из дома просто идете а потом бац я случайно оказался в порту то есть вы постоянно ставите задачу входной параметр входной параметр иду в порт дальше идет идут действия вы непосредственно идете едете там все по-разному да в зависимости от того где вы находитесь и выходной параметр вы в порту проверяете в жизни в жизни вы осмотрелись да те же здания вон море то есть я в порту в языке происходит абсолютно абсолютно те же вещи первое параметры параметры это то что не должно вызывать никаких осложнений смотрите представьте представьте себя вы собирались идти в порт а потом долго думаете как это сформулировать как вообще это называется то что мы называем порт это вот похожая ситуация когда чего-то там забыл да помнишь но забыл и пытаясь вспомнить да никак не вспоминается вот человек который упустил этот момент он все время только бродит по коду все бесполезно дальше изучать язык всегда будет что-то примерное такой человек который упустил параметры он просто откроет джанга да например я просто ну пример открывай один тоже файл часто используемый потому что поможет потом да джанга в том же или в другом откроет всегда беру одну и ту же функцию где-то обжиг R404 человек который не вбил параметры иными словами выходя в порт он не думает что он пойдет в порт он думает все что угодно потом бас случайно ноги принесли в порт так так в жизни навряд ли будет и в программировании навряд ли будет иными словами вот этот переменную то есть параметр класс мы выкидываем но тогда у нас никогда мы не сможем проверить что это порт или в данном случае что это модель менеджер или выборка если мы второй момент мы собрались на рыбалку но при этом мы знаем что нужна вода удочка но она выглядит в виде палки по сути дела абсолютно то же самое можно взять палку сесть около лужи и почему-то рыба не будет ловиться потому что должны быть соблюдены условия когда мы не ставим четко входные параметры тогда мы никогда ничего не напрограммируем у нас логика не будет ну вот выбросьте порт когда вы собрались в порт выбросьте входной параметр что вы хотите в порт и все вся логика идет нафиг нету ее я иду случайным образом попадаю на двадцатый день в порт потому что я туда вроде бы как шел а может не шел ну вот вот точно понимаете все начинается с этого если взять исходный код этого же этой же вещи и посмотреть здесь четко видно что нечто происходит нечто проверяется на самом деле на самом деле здесь мы видим две вещи да определяются то что у нас в данном случае является портом выборка и менеджер давайте посмотрим чтобы было более вам понятно вы человек новый в этом что собой представляет выборка выборка представляет количество методов которые что-то выбирают по определенным параметрам с базы данных вообще работа любого веб-приложения работающего с базовой заключается в том чтобы выбрать и показать все ну и какие-то другие действия но основные эти мы здесь видим выборка и менеджер менеджер я так как вы человек новый еще расскажу объясню это считайте утилита которая и использует вот эти вот методы умеет выбирать выглядит она как объект слово или переменная да в коде называется default менеджер выборка прежде чем куда-то идти куда-то ехать мы берем входные параметры абсолютно то же самое переходит программирование определили с чего и кто будет выбирать а здесь уже появляется три вещи модель менеджер выборка это уже сам сама функция которая будет выбирать объект откуда таким образом вся логика легко становится на место и программирование тут того не надо ведь мы пришли в порт посмотрели море на месте здание порта на месте значит мы в порту утильная типизация в жизни вы ее используете каждый день программирование в большинстве своем особенно в языках с динамической типизацией происходит то же самое обычное утиный подход если это плавает как утка выглядит как утка крякает как утка то наверное это утка если мы что-то не знаем или плохо знаем о параметрах то в принципе наше программирование сколько бы мы не учили язык не получится просто мы не сможем сложить логику это то же самое что мы выбросим слова представляете мы собираемся добраться до порта ну что такое идти смотреть переходить все это мы выбрасываем мы просто не знаем не понимаем не понимаем их смысла поэтому единственное что мы можем стоять и ничего не делать и догадываться пока хватит задание я вам дал поэтому вот таким вещам надо относиться серьезней на трамвае не ездите по другому как чему-то описывайте но это важно второй момент кроме того что мы начинаем писать нам бы хорошо правильно назвать то что мы делаем если мы идем это мы назовем идти если мы смотрим то это надо наверное назвать смотреть а не как-нибудь на сегодняшний день это у вас получается как-нибудь здесь есть одна подсказка мы определили я вам дал задание вы с параметра работаете одна подсказка писать забываем все менеджеры и начинаем все писать писать словами это единственный способ вам придется как-то называть конструкции языка чтобы вы понимали чтобы вы представляли что за этим подразумевается и так далее да то есть вот такие ответы они ни к чему не приведут но то что вы будете писать это гарантированно я не вижу причин просто надо понять что делать сейчас мы разбираемся в первых шагах и так первично самое главное для нас достичь чтение кода чтение кода мы можем достичь начать достигать только с момента когда мы разберемся с параметрами это первый шаг мы с вами это уже разобрали только что способ способ очень прост здесь не надо много времени здесь надо количество повторений здесь не надо заучивать здесь надо просто разобраться иными словами я вам сказал две три недели просто каждый день надо знать параметрам я сегодня уделю время пока вы стараетесь делать вот как вам это придет в голову потом вы напишите как вы сделали а потом я скажу как правильно самое важное волос смотрите самое важное что мы не должны здесь вырезать с вами да постоянно вы вам необходимо чтобы вы учились именно своем опыте доходили своим опытом я только как компас вот сделай то иди туда то есть убрать белые пятна сегодня они очевидны да у нас белые пятна очевидны и мы определяемся только с началом пути поэтому способ 15 минут день 20 минут день но каждый день вы должны работать с параметрами как должны быть изучены параметры а сейчас уже на отлично время не имеет значения сможете за неделю прекрасно но достичь на трех вещей первое считывание на лету чтобы не получилось так вы собрались в порт а потом думаете куда же я собрался долго и упорно постояли полчаса в конце концов вообще пошли вообще на улицу там на скамейке посидеть допустим да забыли в жизни в основном так не бывает согласитесь а вот программирование так всегда бывает большинство программистов вообще вот что-то там знают о параметрах ну и и ладно вызов третье исключение и вот тут я вам задаю вопрос что же это такое я вам дам подсказку а вы мне потом расскажете я вам даю подсказку вот здесь а само изучение идет через исключение другого способа нет или в жизни как-то по-другому бежит ребенок бац упал ногу побил ага в следующий раз уже по-другому будет бежать надо смотреть под ноги ну раз два три начнем думать да это и есть исключение все происходит через исключение иными словами по-другому просто не будет если вы будете делать правильно со временем исключения будут то что вам нужно то есть вы будете понимать что мне делать за этим в большинстве случаев люди сразу идут на переполнение стека ищут код копируют кого-то это устраивает но по сути дела проще три недели поразбираться с параметрами и решить этот вопрос раз навсегда взять надо по минимуму нет пока мы оставим все остальное теперь давайте навыки которые нам понадобятся смотрите код вы пишите был большой перерыв поэтому сейчас надо сосредоточиться на двух вещах по одной простой причине откроем открываем абсолютно любую библиотеку мы видим две вещи исходный код и документация вы можете открыть библиотеку на любом языке при этом скажу больше давайте откроем ваш файл и скажите в c++ есть такая конструкция есть в python есть есть во всех языках есть и многое многое другое в нашем месте надо в данном случае просто уделил бы полгода по-настоящему изучение языка без спешки спокойно исходный код мы определились все остальное потом буду говорить документация и принятие решения написания собственного кода на основе документации исходного кода никто не запрещает смотреть работу других ребят идти на переполнение стека но вначале должна быть документация отвечу еще на один вопрос что такое девхакерс девхакерс это этот проект находится на гитхаб он он двигается спокойно он состоит из двух частей учебные проекты например чтобы вам было понятно это не касается сейчас вас вопросов это потом будет вас интересовать одно дело уроки в другое время я начинаю сосредотачиваться вот смотрите у вас есть выбор чтобы понять вы открываете язык программирования и думаете как его изучать с одной стороны я могу начать читать сначала да и 50 страницы в принципе вообще забыть ничего не укладывается с другой стороны можно поступить другим образом действительно ответить на вопрос взять с языка в данном случае Python потом взять язык допустим Dart и выделить основные конструкции их немного когда мы их выделим оказывается что мы в Dart найдем такие же конструкции и они будут абсолютно в принципе работы схожи иными словами если можно выделить главное значит различия вообще определяться сами то есть тогда у нас получается изучение языка с логикой откуда берется логика мы с вами начали изучать но если мы откроем абсолютно любой файл любого языка в Python мы видим dev 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 в JS мы увидим function в C++ мы увидим типы да там int и так далее но везде будут методы потому что что то мы делаем в данном случае это функция но если вы посмотрите здесь стоит вопрос что общего между функцией методом классом экземпляра и если правильно ответить на вопрос а как узнать что правильно а правильно допустим Михаил есть я для него писал видео правда звук там ужасно сегодня вот он на этот вопрос отвечал долго но сам не подглядывал принципиально исписал несколько картинок и пришел к выводу как изучать язык да да где то там есть но вопрос в том что приходит понимание здесь сам факт ответа на этот вопрос должен быть следующим то есть это должно относиться к любым языкам программирования и то что будет их объединять это и надо включить в основы изучения языка вот это я рассказываю зачем DevHackers другая часть DevHackers это проект учебный по заданиям вот сейчас ребята выполняют задание дарт при этом стоит вопрос какой изучить дарт сходу многие закопались вот тут мы вам добавим все вот это можно назвать система работы с кодом вы ее можете легко определить смотрите вы вышли в море и начинается шторм вот сейчас представьте ведь у вас есть четкий порядок действий в данном случае есть а в программировании у вас есть порядок действий в определенном случае нет нет но большинства людей и есть этот порядок пойти на переполнение стека скопировать код вроде работает и здорово то что мы делаем это и есть самое простецкое самое простецкое понимание есть в школе например если зайти в уроки но это очень такое грубо говоря на широкую аудиторию все намного сложнее вот здесь есть разработка и здесь показано грубо говоря на пальцах в течение 30 уроков хотя что такое система работы с кодом но опять же очень уж так просто чтобы каждый хотя бы начал с чего-то да так вот вот этот проект он делается по заданиям иными словами это для вас самостоятельный экзамен идет он спокойно цель написать серверное приложение серверное мобильное приложение то есть бэконг на джанго будем писать джанго рест фреймворк разберем флацы язык программирования дарт все может быть заменено как только будет понятен смысл да можно все менять друг на друга в школе вот я наблюдаю за ребятами получилось что многие ребята начали писать потом поставил задачу дарт сходу и многие ребята закопались причина причина очень проста на первом этапе когда у нас упускается момент множество языков по сути дела мы начинаем чувствовать себя котятами посмотрите только что мы с вами говорили о том что когда мы будем работать допустим да это как пример мы брали выделять что общего между функциями методами классами экземплярами то мы оказывается все это найдем в дарт и когда отсутствует процесс выделения общих элементов в языках то нам кажется что мы другой язык не знаем а что там другая функция в другом языке или другой метод да он может быть записан в другом синтаксисе поэтому это вопрос будущего для вас пока я думаю и так достаточной информации на сегодня на первый раз по дефхакерс тоже поняли да то есть это будет как бы для вас самостоятельный экзамен как раз начал уже серьезно проектом заниматься я даю задание пока был дарт а потом дальше пойдем при этом вас это тоже ждет поэтому сейчас чтобы было все эффективно возьмите себе за правило что другой язык после изучения допустим энного языка вы должны осваивать сходу не читать там а зайти и думать а что же я буду смотреть в этом языке у вас должна быть уже отработана система чего вы там то ищите ну это я так наперед так такой момент я закончу на этом у вас стоит задача которую мы поставили общую логическую задачу нам надо чтение кода чтение кода это значит назвать вещи своими именами вот приведу пример ересь да должно было бы немножко по другому называться инициализация экземпляра класса с одним позиционным параметром и одним именованным параметром и так далее это кстати парень дмитрий слайдер надо да где он говорил сегодня работает наверное с пятью или шестью языками молодец так я говорил что есть видео да не делаем это не пишем годами что же произошло вот четыре видео за полгода с человеком от момента ничего не понимаю три года до этого чему-то учился а потом что произошло ах я понял и что же понял дмитрий вы что думаете он понял насколько сложный язык дальше шли все сообщения в группе что оказывается вот сейчас слушайте меня внимательно программирование это не изучить некий тип который тут типы данных программирование это не изучить нечто сложное а программирование это увидеть то что на поверхности именно вот это и произошло мы же только что с вами говорили что когда вы выдвигаетесь в порт вы ставите входную цель но абсолютно забываете допустим это в программировании на самом деле надо увидеть очевидные вещи и просто перевести их на технический язык проблем то никаких нет поэтому изучение программирования это не увидеть сложное это увидеть то что на поверхности и то что вы прекрасно знаете и даже знает ребенок первого класса как программировать потому что все действия у него логически просчитаны получается что что нам надо всего лишь первым делом немного времени а нам надо изменить подход подход имеет значение порядок имеет значение выберите порядок читать подряд так делают я так делал когда-то но это не работает выберите другой порядок разберите что общего очевидны станут вещи которые разные и запоминать то ничего не надо надо просто начать разбираться поэтому чтение кода для нас сейчас это одна из основных целей как это делать мы с вами уже начали делать да с чего начать здесь имеет значение какие вещи до какого уровня довести параметры не потом не когда-то а сейчас надо затереть до дыр и никаких отличений на их считывание не должно быть при этом не надо пахать я просто сказал 15 минут в день но каждый день вы должны включить дальше занимайтесь своими делами что интересно проектами все банально просто все это как я говорил мы называем системой работы с кода вот вы ее будете вырабатывать на собственном опыте то что все получится я не сомневаюсь ну подождите а что здесь сомневаться в чем можно сомневаться хорошо поставили задачу читать код ну рано или поздно мы научимся читать код вот как Дима описал достигнуто но если мы читаем код то нам надо сложить документацию код и понять как написать свой код ну это же логически ну что здесь может не получиться вопрос как к этому прийти эффективно для этого и надо действительно индивидуальное обучение потому что мы сделаем определенные шаги потом вы сделали задание нам понятно будет что на данный момент хромает что подтянуть куда идти в данном случае было бы правильнее рекомендация какая да правильно будет взять индивидуальное обучение не надо дорогое не тот вот сейчас случай индивидуальное обучение движение вверх это вот идеальный план вот для вас для вас конкретно почему период две недели две недели является лучшим периодом для того чтобы усвоить материал на самом деле я больше времени отдаю но это то что правильно сделать да почитайте посмотрите у всех разные параметры то одни но прийти и понять их все по-разному доходят поэтому в чем смысл выстроить практическую систему кода таким способом чтобы читать абсолютно любой язык программирования как следствие писать не обманывать себя не надо думать если я буду там по 15 минут в день программировать допустим на курс который вы ходите вы пишете программу при этом сами поняли что нифига не понимаете это нормально потому что на сегодняшний день большинство курсов поставлен на то чтобы учить человека копировать код это поток я вам предлагаю иной подход мой подход он наверное не очень популярный потому что я копаюсь людьми если вас вам интересно то вам просто надо разобраться и пройти путь чтобы начать писать все поэтому первая цель мы с вами разобрали чтение кода для чтения кода первый шаг параметры потом будем говорить дальше хотя я намного больше уже сказал так шаг за шагом для нас откроется код поэтому когда вы написали владимир что вдруг не получится а что может не получится вы же сами сейчас увидели если мы достигаем эту цель то подождите если читаю кодь а потом я писать не буду ну как то это не вяжется я знаю где порт могу прийти а вдруг не попаду не ну всякое может быть да но это жизнь но в данном случае получится для вас сейчас есть следующий выбор в одном случае вы изучаете как изучаете но у вас был 20 лет перерыв а я вот дурак вот мне пишут да сюда бусуновский а ты там работал в гугл в яндекс ребят да я занимаюсь самой неинтересной темы я уже наверное шестнадцатый год я еще посчитаю восьмой пятнадцать шестнадцатый год занимаюсь одним и тем же тупым вопросом каждый день как лучше объяснить человеку программирование у меня один вопрос на повестке на повестке дня как научить человека писать код и это у меня прекрасно получается поэтому волос смотрите три шесть девять месяцев примерно в зависимости от времени в зависимости от усилий в зависимости от того услышал там где то что то сделал или нет но как правило человек может сформировать полноценное чтение кода и затем начать писать код через три либо шесть либо девять либо какой-то промежуточный месяц и это не произойдет случайным образом сначала мы идем от зачем мы все это делаем чтобы прийти к типу как правило на любых курсах вы придете приходите и что делают вам говорят про типы выглядит это следующим образом то же самое вместо того чтобы допустим мы идем в магазин купили продукты нам логически если давайте по другому расскажу мы с вами пошли в магазин я вам говорю будем закатывать варенье например надо 15 пакетов сахара вы купили это сахар и нам надо нести вы логически будете понимать что в руках вы его не понесете возьмете сетку тележку сумку машину неважно что то возьмете вам ничего не надо объяснять а теперь представьте ситуацию что я начинаю вам рассказывать сетка она зеленая в ней можно носить ну-ка расскажите мне теперь как после того как я вам сетку про сетку рассказал как магазин то сходить вы скажите а вы же про магазин не рассказывали абсолютно та же ситуация получается с типами поэтому я говорю такие вещи может они дурацкие про обратный порядок и прямой порядок моя система идет от функций и параметров что получилось так как получается с сахаром человек который набрал 15 пакетов сахара ему не надо объяснять что это чтобы занести надо во что-то его положить он и так это знает и он это прекрасно сделает сам вот именно таким образом работает моя система мы идем с функцией к типу но когда мы я сейчас скажу это лишнее будет но я скажу но когда мы открыли бы дарт то нам надо было бы уже изучать в обратном порядке действительно в первую очередь посмотреть тип но уже учитывая то что мы прекрасно понимаем что это такое и нам не надо объяснять вот это уже идет обратный порядок именно так составляются справочники то есть когда мы открываем справочник у нас всегда первое идет там идиомы конструкции потом типы для кого для тех для программиста который прекрасно понимает что это такое но новому человеку объяснять тип это примерно то же самое что объяснять просетку что она зеленая там 20 сантиметров она глубину имеет ручкой а потом пытаться провести экзамен чтобы человек тебе сходил в магазин да он жизнь туда не сходит потому что он вообще не понимает что от него хотят и что он вообще делает здесь вот так построена моя система обучения и она начинается с параметров потому что мы так люди поступаем я не зря вас спросил про трамвай ездите вы не ездите но вы представляете на самом деле посмотрите чтобы сделать это простое действие трамвай что надо сделать давайте посмотрим поехать на трамвай дальше замысел поехать куда поехать остановка трамвай 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 маршрут номер смотрите сколько вещей на самом деле это действие не одно а комплексное что напоминает функцию абсолютно верно мы привыкли в жизни думать функциями всего лишь и тут подумайте оказывается есть и входные параметры и все сейчас мы с вами пытаемся вот эти входные параметры очеловечить просто напросто чтобы вы начали размышлять решили написать программу про порт например чтобы вы просто могли все на ходу переводить в язык программирования всего лишь сложного то ничего нет и самое интересное что вы это прекрасно знаете по жизни я же вам сказал вспомните если штором у вас есть четкий порядок действий так что вопрос а если что-то не получится не актуален если мы будем четко понимать чего добиться каким образом это и будем этому исследовать то что может не получиться странный вопрос вообще-то все Володь делайте для других spb-tube.ru кто хочет приходить спасибо за доверие так что все точно получится